В свадьбе дочери актриса перестала с ней общаться. И на то, видимо, были основания. Реакция актрисы Людмилы Максаковой на убийство зятя, ну, мягко говоря, удивила россиян. Сразу после гиблии Дениса Вороненкова в центре Киева, она заявила, ну и слава тебе, Господи, а что с ним еще делать? Слава тебе, Господи, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли. Вот так вот. Позже ее близкий друг Стас Стадальский также резко высказался о покойном. Наше общее мнение с Людмилой, что Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже. Сидел бы на рудниках. Пускай и благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем, это, мягко говоря, очень плохо. А еще и впутывать в свою криминальную судьбу жену и сына, это чудовищная ситуация для семьи. Вот так вот. Кроме того, Стадальский рассказал, что дочь с Людмилой не общается. Процитирую. Мать ей не нужна. Она никогда не спрашивает у Людмилы совета. Не уверен, что и сейчас попросит помощи. На мать ей наплевать. И на отца Петра Ингебергса тоже. Маша самостоятельно делает карьеру и строит свою жизнь. Три года она, если то, Людмила, с дочерью не общались. Дочь никого не слушает. Ни отца, ни мать. Вот так вот. Кроме того, время недавнего телемоста Людмила Москакова с дочерью ведущей программы «Прямой эфир» Борис Корчевников попытался выяснить у беглянки, что говорили ей родители, когда она уезжала. Мария увиливает. Боря настойчив. Маша по-прежнему молчит в коммунистическо-киношных традициях. А я знаю, что сказала Людмила Пресвеча. Какая же ты дура. На меня тебе наплевать. Отца хотя бы пожалей. Вот так вот. Вот такие вот страсти сейчас кипят во время таких событий.